значит краткая информация по работе с юпитером у меня что-то плохо записывает поэтому такого предварительная информация юпитер это бывший айпитон это оболочка для интерактивной работы с питоном сейчас юпитер он расцифровывается как джулия питон р тоже оболочка для интерактивной работы идеология взята из блокнотов математики давайте мы попробуем поработать с ним значит вначале нам нужно установить джулия установили julia bean устанавливаем если в в генту ну или чули если от компеляется нормально значит чулия запустили вошли в репл так что у нас в репли тут это работа в командной строке тут никаких особенных красот нету для чего нам это нужно нам это нужно для того чтобы установить пакеты для работы с юпитером тут пакетный режим есть нужно нажать закрывающие квадратную скобку чтобы войти в пакетный режим нажали и добавим ай джулия вот вот он устанавливает ее то у меня установлена поэтому он просто быстренько пройдет он скачивает реестр софта проверяет версии все у меня тут стоит куда он ставит он ставит вот суда local шары юпитер ядра вот почему я показывает каталог есть ли у вас сменилась версия джулия то новое ядро будет иметь новый номер а старое хорошо бы удалить и вот тут каталог просто удалите тут достаточно все просто как вызываются и так далее где находится для значит версия мажорная минорная и почти был значит для минорной версии меняется подключение значит тут шули у нас выйти обратно в основную джулию это бэкспейс нажали ну выйти control д обратно вышли давайте запустим юпитер юпитера у нас два варианта более классические это юпитер ноутбук ноутбук запустили вот он запустился тут некая проблема с хромом он почему-то вместо чтобы открывать сам ноутбук открывает пустой хром ну вот мы просто вот скопируем ставим сюда вот запустим вот у нас ноутбук запустился можно новый создать вот видите какие ноутбуки есть в нужном каталоге или по каталогам пройти и попасть в нужный в нужный каталог и тому же работать есть в генту установка это просто и мерч юпитер давайте остановим с более новый вариант это юпитер лап давайте мы лап юпитер лап точно так же запускается все по тем же адресом не очень сильно отличаются их две версии мажорных первая и вторая основное отличие то что по вторую не все плагины сделаны но особенно плагин например для интерактивной работы спасу с ползунками и так далее вот он запустился у нас это юпитер лап вот тут вот начальная экран начальный экран тут вы можете новый ноутбук консоль так далее сделать ну вот я подготовил ноутбук такой основная работа с юпитером тут нас ячейки под запустился ядро джулия тут у нас видите есть разные ядра опять же ячейки у нас двух типов трех типов до markdown код и сырые ячейки ну потому что опять же идея была из математики взята и эти ноутбуки вас но для обучения они для работы ну а сейчас их и для работы используют выполнение ячейки shift enter значит и она переходит на следующий ячейку вот простая вот ячейка сейчас обсчитается 1 плюс 12 2 плюс 24 если все вместе видите что у нас выводится результат последней команды а тут у нас . запятой стоит вообще ничего не уводится но тут есть у нас определенные комбинации escape ab это создание новой ячейки выше ниже x удалить z отмена удаления вот x удалили z отмена удаления m это markdown режим y это кодовый режим ноут нас маркдаун режим видите написано markdown y опять кодовый режим значит с джулией help у нас знаком вопроса сдается знак вопроса и дальше по какой команде help ну вот видите вот print line она несколько вариантов предлагает этот всякие help и так далее можно команду из оболочки запустить точку запятой начали поставили ну вот ls пожалуйста сиди то домашний каталог ну и менеджер пакетов можно импортировать его и установить пакет с помощью команд джулии а можно менеджер пакетов вызвать с помощью закрывающие все скобки вот выдал информацию но в конце мы можем очистить очистить весь вы вывод если нам это не нужно да и сохранить ну вот так сохранить можно файл опять же сохранить вот control с и и альт в не control в альт в закрыть вот эту вот вкладочку ну и второй простенький файл который я подготовил загрузится давайте закрыли вот начало работы самые простейшие вещи просто чтобы собрать что у нас тут print line печатает ну логично print просто печатать print line еще в конце переход на новую строчку ставит фокус не подключился вот у нас отработала вот с клавиатуры даже сомневаюсь что это нужная вещь но она есть вот видите вышел ответ ну так же вот видите два числа он завис на этом надо было вручную переключить видите два числа один два и результат у нас переумножение реки перемножение надо вот поставить презентейшн мод конечно вот кикагаль увеличить и видите у нас умножение получается 12 на самом деле он получает из консоли строки перемножение строк это конконтенация строк слепили вместе действительно давайте посмотрим строком строк поэтому мы должны пропарсить ввод 1 2 2 очень хорошо и у нас тип будет теперь целый сядесят четыре вообще вот конечно из консоли это детский сад и так это у нас мы задаем переменная и в зависимости того какие данные устанавливается тип переменной динамически вот так вот соответственно вот так вот можно две переменные присваивать или больше через запятую получается в скобках кортеж а плюс b 12 вот тут что-то вводится кверти получилось ну и вот тут баловство такое что у нас джулия поддерживает полный вини код вот переменные вот самые страшные можем делать на диванагаре для индусов специально для теха но в тех значит если у нас греческие команды то мы как в техе backslash дельта и табуляции дописываем ну например вот я вставил нужную меня вылетел скриньки значит вот дельта табуляция вот превратилась в дельта ну как альфа табуляция превратилась в альфу ну и разные другие символы так удалили вот у нас дельта переменная но мы можем менять тип переменной ну и вот это два равно сравнение кроме того мы можем комментарии делать в юлии чули обычная с помощью диеза вот у нас комментарий такой многострочный комментарий ну и стандартная математика просто переменные деление возведения степень степени возводится с помощью галочки деление по модуля квадратный корень но можно квадратный корень с помощью скверт этап то же самое получится давайте посмотрим то же самое да значит два целых разделили получилось с плавающей запятой у нас есть на целочисленное деление вот она вот так вот выглядит но это соответствует функции гиф но и вот двойные двойное деление это означает что число получается рациональный анс это ответ предыдущий то есть он у нас не именованный просто и предыдущий видите это рациональное число из двух целых ну вот такая вот игра мы по-разному написали число 42 и посмотрим типы видите разные типы этих чисел значит арифметика может быть побитого я вот так как все до одинарный энд это побитого я побитого и побитого и или это сдвиг про сдвиг мы можем даже почитать бинарный сдвиг но и двойной энд это логические операции значит вот тут вот так же как все отрабатывается или то есть у нас если слева истина то правая уже не выполняется а если слева ложная то выполняется правая часть ну как все ну и сравнение двойное равно это сравнение чисел тройное равно это что они идентичны в программном смысле тут видно что мы можем пропускать ведущий ноль как фартране опять же вот игра пи у нас константа пи меньше или равно сложение и мы видим что играет тут точность она у нас для этого есть примерно равно опрокс ну то что вот фартране когда мы делаем мы там обычно добавляем скажем и псион или меньше ставим тут примерно равно ну и можно сравнение задавать цепочками значит что это у нас за оператор это у нас оператор действия с накоплением то есть это просто краткая запись на самом деле вот нас игрек там два получилось тут три что у нас тут на самом деле это в данном случае может быть оптимизироваться как инкремент ну и точно так же вот с делением пожалуйста значит ну и вот упражнение ну вот скажем документацию по функции конверт найти это это я с шифтом нажал вот у нас документация по функции конверт а тут у нас переменную дэйс 365 присвоили а теперь мы из нее получаем дэйсфлу флот float дэйс дэйс вот так дэйс вот так вот осерт это у нас блоки в программе которые проверяют истинность вот этих соотношений вот ничего давайте мы поставим вот так вот и все ошибка вышла и вот мы это можем право этой ошибки насчет флот это флот естественно переводит во флот мы можем это записать вот таким вот образом в виде конвейера pipe как в unix то есть мы выход вот такой конвейер задали функции float то есть функция float на вход получит days понятно значит и можно выполним ошибка почему да потому что мы не можем конвертировать в число строку для этого есть у нас парсинг вот с помощью парсинга мы можем это сделать сделано но вот это общее сказать варианты работы с джулией и с юпитером